Оглашение приговора наши моряки ждали год. Зимой 2019-го судный ССР, в экипаже которого были моряки из разных стран, в том числе и России, из них 9 мурманчан, задержали в порту города Прайи. На борту сотрудники правоохранительных органов нашли 9,5 тонн кокаина. За полярным морякам изначально вменяли участие в организованном преступном сообществе. 29 февраля суд это обвинение снял. Каждого члена экипажа осудили по статье «Контрабанда наркотиков». Однако при этом по той статье, по которой суд счел наших моряков виновными, назначены сроки наказания капитану 12 лет лишения свободы и всем остальным морякам 10 лет лишения свободы. Решение суда первой инстанции адвокат будет оспаривать. Он уже подал эпиляцию во вторую инстанцию. Как показывает судебная практика республики Каба-Верде, рассмотрение может занять до полугода. Пока же наши моряки будут находиться в тюрьме. Из-за эпидемии коронавируса посещение заключенных ограничено. Попасть на встречу может только консул. Еще одна проблема, связанная с пандемией. В банках республики не работает механизм перевода денежных средств на личные счета. И сегодня, наверное, та техническая задача и вопрос, который мы будем обсуждать и искать выход из этого положения, это как раз отложивание вновь механизма перевода личных денежных средств на личные счета заключенных, чтобы они могли каким-то образом облегчать себе существование в тюрьме, приобретая необходимые абсолютно вещи, продукты, лекарства. Сейчас моряки чувствуют себя удовлетворительно. Поделился последними новостями Алексей Веллер. Увы, один из членов экипажа до суда не дожил. В середине января после продолжительной болезни скончался Сергей Животов. Его тело доставили на родину, в Вологду, где тот позже был похоронен.